Здравствуйте! В эфире телеканала Обнинск ТВ программа «Власть» и я ее ведущий Ильхам Нигматуллин. Сегодня гость нашей студии, заместитель главы администрации города Обнинска по экономическому развитию Ананев Геннадий Евгеньевич. Геннадий Евгеньевич, добрый вечер. Ну что ж, у нас сегодня очень много вопросов, ряд вопросов, на которые мы постараемся сегодня ответить. Прежде напомним нашим телезрителям, что вы также можете участвовать в нашей программе, задавайте вопрос нашему гостю по телефону в Обнинске 44-33-2. А также, конечно же, традиционный интерактивный опрос вы уже увидите на ваших экранах. Сегодня вопрос звучит так. Должен ли Обнинск развивать международные связи? Если вы считаете, что должен, звоните по телефону в Обнинске 4-27-11, если нет, 45-11-45. Ну и я думаю, что вот попрошу редактора нашей программы поставить, в общем, мой голос внести, что должен. Спасибо. Геннадий Евгеньевич, начнем с самых свежих событий. Совсем недавно город Обнинск посетили две китайские делегации с небольшим разрывом по времени. С кем встречались и о чем договорились? Да, вы знаете, последняя, наверное, неделя была очень насыщенной в плане международных встреч. У нас было две китайские делегации, был посол Сербии. То, что касается китайских делегаций, у нас была делегация из города Шэньчжэнь, представители госкорпорации китайской CGN, это China General Nuclear. Это госкорпорация Китая, которая занимается строительством атомных энергоблоков. Достаточно большая, потому что 41 дочерняя организация, 35 тысяч сотрудников. Сегодня они были у нас в городе, связаны с тем, что проводили переговоры с нашим методическим центром моделирующей системы, руководитель Валерий Алексеевич Левченко, о том, чтобы открыть центр компетенции по разработке и исследованию современных реакторных технологий. Соответственно, делегацию приветствовала глава города. Мы проговорили о дальнейших возможностях сотрудничества. Они пригласили нас посетить город. Сегодня Шэньчжэнь, в общем-то, входит в десятку развивающихся городов в Китае. И, конечно, нам очень интересно, потому что мы сегодня тоже себя позиционируем как атомным городом. И, соответственно, вот тот бренд визитной карточки Росатом мы бы хотели тоже представлять перед нашими китайскими партнерами. То, что касается делегации из города Меньян, ну, это такая долгая уже история, потому что это наш город-побратим, как мы все знаем. В прошлом году была очень интересная встреча. Делегация Обнинска побывала на международном форуме в Китае, в городе Меньян. Было приглашение. На этом форуме было подписано 4 соглашения. В частности, одно из них это с нашим институтом медицинской радиологии. Вот между центром реабилитации, между институтом атомной энергетики, вот, и торгово-промышленная палата на городе Обнинска. Вот, и, ну, все эти зачинания, конечно же, для города интересны тем, чтобы они имели продолжение. Вот, и мы можем рекоменцитировать факт, что продолжение есть не только в приезде мэра. Сегодня мэр был впервые в городе Обнинске. И это большое значимое событие. Все-таки это более 5 миллионов жителей в этом городе. И мы маленький город, чуть больше 100 тысяч. Вот, но это говорит о том, что все-таки мы являемся тем значимым городом, который внедряет современные технологии и неинтересны как в медицине, так и в радиозатопной продукции для этого города. Вот те переговоры, которые начинались, в частности, уже реализованы. В каком плане? У нас была встреча с Юго-Западным университетом науки и технологий в городе Миньян. И после этого, это было у нас в сентябре, в ноябре уже делегация из этого университета посетила наш форум, который проходил в Институте атомной энергетики по безопасности и кадрам, касающимся атомной промышленности. Было очень отмечено с их стороны, что интересные были подняты вопросы, которые тоже интересуют и студентов, и преподавателей в университете Миньян. Мы выстраивали взаимоотношения, и сегодня, я думаю, что это будет дан очередной толчок к этим отношениям, между клинической больницей Миньян, где очень особое внимание онкологическим пациентам с онкологией, и уделяется внимание и вот те отношения, которые выстраиваются, и мэр посетил наш институт медицинской ардиологии, встретился с академиком Каприным, он показал современную нашу реанимацию, ангиограф, те уникальные методы лечения онкологии, которые сейчас применяют и с печенью, и с теми местами, где невозможно провести операбельные мероприятия. Было продемонстрировано гамма-нож, гамма-клиник, и я оцениваю это в том плане, что та оценка, которую дал мэр Миньяна, Юан Фэнк, это говорит о том, что уже будет посыл не только от руководства клиники или от руководства тех предприятий, а уже непосредственно сам мэр будет заинтересован в том, чтобы выстраивать эти отношения, потому что очень понравился город, комфортный, удобный, интересный, оценка была нашим большим улицам, спасибо нашим проектантам, плюс тому, что те технологии, которые показали в МРНЦ, они тоже его заинтересовали. Я думаю, что следующим шагом будет это уже взаимодействие с клиникой Миньяна и клиникой МРНЦ. То есть у китайской стороны есть о чем поучиться, у специалистов… Да, вы знаете, конечно, некоторые моменты оценивали специалисты с МР, когда они были там, что, конечно, может быть в какой-то части чуть лучше оборудование, больше оборудования, но методы лечения, которые сегодня и, в общем-то, достаточно уникальные, инновационные методы, которые сегодня Андрей Дмитриевич Каприн демонстрирует, и мы особое сейчас внимание этому удивляем, на основании того, что это национальный проект вообще борьбы с онкологией, они, конечно, могли бы транслироваться и туда, и, естественно, специалисты хотели бы учиться. Предложили им, кстати, что у нас же еженедельно проводится видеосвязь с онкологическими центрами в России, и была возможность предложить и китайским нашим друзьям, чтобы они тоже могли, так как там рассматриваются разного рода пациенты, или же какие-то методы лечения, которые можно обсуждать уже по видеосвязи, соответственно, не прибегая к тому, что нужно сюда приезжать, и, соответственно, дает возможность удаленного доступа. Это такая видеоконференция, которую сегодня практикует Андрей Дмитриевич Каприн, уже как бы для всех онкологических центров нашей страны. А по чьей инициативе была организована встреча из города Шенчжэня по развитию современных электронных технологий, в первую очередь, страна китайская или мы все-таки? Ну, это все было в концепте сотрудничества нашего методического центра, моделирующие системы, да, они большую работу в этой части проводили, они участвуют в большом количестве атомных проектов компании «Росатом», и, естественно, выстраиваются эти взаимоотношения с, скажем так, госкорпорацией Китая, которая тоже занимается этими же проектами. А сегодня эти методические, наверное, разработки и вообще научно-исследовательская работа, которую проводит компания, которая находится в городе Обнинске, на ближайшей системе, она, наверное, может предложить, конечно, эти уникальные технологии для рассмотрения уже китайской стороной. Поэтому инициатива, конечно, была у них обоих, да, но для города очень важно, что сегодня они увидели этот атомный город, да, город Обнинск, и они познакомились не только с этой компанией, они еще встречались и с физико-энергетическим институтом. Естественно, четкая информация пошла о нашем НИВХИ, да, о том, что мы радиоформимый препарат там производим, ну и много чего другого того, что, может быть, расширит наши взаимоотношения с этой компанией. Понятно. Еще немного о международной тематике. В марте Обнинск посетил посол Республики Сербия. Какова была его цель визита? В прошлом году была делегация Обнинска, подписывала соглашение с общиной Полилула в Белграде. Вот эти взаимоотношения долго выстраивались, где-то около года-полтора лет. Это обговаривали само соглашение, было общение, сербская сторона приезжала к нам. После этого делегация была там и подписано было соглашение об взаимосотрудничестве. Во время этого визита очень много было возможностей обсудить стороны сотрудничества, и одним из них было взаимодействие онкологических клиник в Сербии с нашей клиникой, медицинский онкологический центр имени Циба. После этого посол встречался с главой нашим, с Владимиром Речим Шапшой. Они обсуждали возможности взаимодействия с сербской стороной и в городу Обнинском. Ну а в Калужской области, вы знаете, несколько уже побратимов и у Боровской, и у Калуги, Сербии. И поэтому вот этот приезд чуть откладывался, но наконец-то он свершился. Я думаю, что Славян Катерзич был очень доволен, потому что ту информацию, которую он получил в медицинском отделовательском центре, она для него была очень уникальной и достаточно правильной для того, чтобы выстраивать дальше отношения между клиническими больницами в Белграде и Сербии, для того, чтобы... Ну скажем так, сегодня уже формируется некая делегация, которая сможет уже практически поработать над теми возможностями сотрудничества. Потому что, ну, эти методы, что у нас есть Прометеус, это протонная терапия, вот она сегодня достаточно увлекательная, уникальная, да, это сегодня советские, в смысле российские разработки, и можно было бы сербской стороне тоже об этом более досконально узнать для того, чтобы выстрелить эти взаимоотношения. Ну и, как я уже говорил, золотые руки наших специалистов, они тоже, и навыки этой работы, они очень востребованы и с сербской стороны. Но здесь мы больше делимся опытом, все-таки, наших специалистов, либо мы что-то тоже берем от... Да, в Сербии тоже много есть наработок. Я думаю, что это будет очень плодотворное такое сотрудничество. И сегодня, наверное, там прямую говорить, что только мы, а не только они, наверное, это неправильно будет. Вот, я думаю, что это практическая работа, уже непосредственное взаимодействие с сербской стороной, потому что все-таки делегация, когда была в самой Сербии, она была больше, скажем так, для подписания соглашений и выработки некоторых направлений взаимодействия, да. А уже практически, когда будут сами специалисты... Кстати, наши специалисты сотрудничают со специалистами Сербии, и в разговоре они коснулись некоторых фамилий и специалистов, с которыми они общаются на каких-либо конференциях. То есть, опыт есть и там, и здесь. Я думаю, что это дает интересный такой толчок развития наших взаимоотношений. Геннадий Евгеньевич, ну вот вернемся к нашему интерактивному вопросу. Как Вы считаете, должен ли Обнинск развивать международные связи? Вот Ваше мнение. Вы знаете, конечно, должен, потому что тот опыт... И, кстати, наверное, и Обнинск, и муниципально-промышленная зона, и которая сегодня дала толчок, и она, наверное, была одной из первых в Российской Федерации, и те институты развития, корпорации развития, агентства регионального развития, то, что сегодня создано в Калужской области, это же начало международного опыта. То, что делегация Калужской области побывала в городе Шиста, да, и получила тот опыт неоценимый, как развиваются города, применяя разные инструменты инновационного развития. Сегодня все это опробовано, и оно дало результат. Поэтому, конечно же, надо обязательно использовать любые возможности, но не впустую, да, чтобы мы получали ее в обратную какую-то связь, и выбирали те, наверное, направления, те города, которые могут дать тоже нам что-то интересное. То, что мы выбираем направление Росатома, и сегодня это, скажем так, основа такая, да, все, что основано на атомных разработках, как и в медицине, да, так и все, что связано с научными разработками, вот, оно, естественно, востребовано, и даст городу дополнительные возможности. Это как новые программы, это новые средства, это новые рабочие места. Ну, и как мы с вами помним, да, физико-энергетический институт был достаточно большой по численности, да, сейчас, конечно, много что изменилось, и мы надеемся на то, что многие возможности, которые придут в город, они увеличат наши возможности в плане предоставления рабочих мест, и, соответственно, увеличат эти возможности науки. И то, что сегодня частные компании, та же моделирующая компания, моделирующая система, да, это говорит о том, что наша наука, она развивается не только в больших госкомпаниях, да, она еще и растет в маленьких компаниях. Это очень большая сложность, но, тем не менее, это большой плюс для города Омниска. Я предлагаю перейти к следующему вопросу, который касается внутреннего развития нашего города. Омниска реализует программу «Умный город». Недавно в Калуге, известно, был подписан договор о нашем участии в этой программе. Как эта программа будет реализовываться, ну и вообще, в общем, что такое программа «Умный город»? Мы, наверное, не хочу, наверное, хвалить, мы достаточно умный город, вот, но... Недаром мы первый на Умкограде. Да, и, наверное, этот статус мы должны обязательно поддерживать и выдавать на горах определенные наработки и какие-то знания, да. Эту работу мы давно ведем, этот проект Министерства строительства и ЖКХ, это два национальных проекта, как жилье и городская среда, так и цифровая экономика. Соответственно, он реализуется в проекте «Умный город». И на международном форуме, который проходил в Калуге, как раз рассматривались эти города. В частности, город Калуга и город Обнинск, наверное, единственные два города из одного региона попали в пилоты. Ну, наверное, немаловажный фактор сыграл в том, что мы сегодня транслируем проект «Цифровой мост», то есть мы не разделяем города между областью. То есть идея в чем, чтобы те наработки, которые даст два города, Калуга и Обнинск, мы могли транслировать во все города области и, соответственно, вот эту цифровизацию и умность доносить до всех. И, наверное, столица и мы, как Первый Новый Град, наверное, мы можем это осуществить. Акснова было сделано на том, чтобы показать эти все уже существующие проекты. Сегодня есть проекты, вы знаете, да, и «Умный дом» у нас есть, и «Умный квартал». Уже в новостройках у нас есть умные домофоны, да, у нас есть учет открытия-закрытия дверей, чердаков и подвалов для того, чтобы человек, который имеет доступ туда, касался своей карты и получалась цифровая информация о том, кто вошел, кто под этим чипом зафиксирован, да, и те же домофоны, которые сегодня не таблеточкой, да, а будет конкретно привязанным к тому человеку, который зашел или вышел из этого подъезда. Ну, это там малая часть. Это «Умный дом»? Это уже это существует, это у нас уже есть в комфортном городе. Мы уже, ну, наши компании, в частности, компания «Домофон», да, она уже это внедряет, это уже работает. Сегодня компания «Мосублстрой» полностью дистанционный учет, коммерческий учет потребления воды, тепла, электроэнергии, да. Сегодня «Белорусский квартал» совместно с «Ростелекомом» внедрил телеметрию, связанную тоже с учетом всех коммунальных ресурсов, да, и, соответственно, там личный кабинет, возможность управлять своими ресурсами и оплатами, и все с этим связанное, да. То есть это все вот как бы набирает свои обороты, и я думаю, что чем больше, знаете, как это, когда это единичные случаи, этого мало, когда это серийность, то, соответственно, это. Сегодня город Обнинск идет по тому, чтобы та цифровизация, которая может прийти, и умность, которая может прийти в ЖКХ, она максимально уже применяется и не только частными компаниями, но и наше теплоснабжение, наш водоканал, наши горы электросети уже давно ведут коммерческий учет, дистанционный всех приборов учета, которые стоят, общедомовые приборы учета, да. Вот, то есть вот эти вот наработки, теперь задача стоит в чем, что когда мы подписывали соглашение с Минстроем об, как бы так, своей пилотности, да, Минстроем хочет, чтобы мы первые, как и с пилотом, начали шагать и показывать те возможности, которые мы самостоятельно можем применять в муниципалитете, да, не как бы не ожидая вот этих средств, которые могут прийти, и вот дали деньги, пожалуйста, реализуйте. То есть наша инициатива, наша коммерциализация, наши возможности бизнеса привлечь сюда, чтобы это было заинтересованным. То есть Умный город сегодня это не возможности федеральных средств, да, это возможности того, чтобы городе интересно, и оно будет транслировано. А потом эти цифровые, это цифровая платформа, которую мы сегодня тоже рассматриваем для того, чтобы дать доступ жителям города, вот то, что мы говорим, там, Умный гражданин, да, Умный калужанин, там, сегодня мы тоже в этой части работаем. То есть это возможность, чтобы человек мог принимать решения и, может быть, даже давать свою оценку всем городским проектам, которые могут реализовываться в городе. Не отодвигать его от этих возможностей и таким образом давать эту возможность. То, как будет привлекаться, то есть житель, горожанин к этим проектам, помимо того, что через частные компании, либо государственные? Ну, сегодня то, что реализуют наши частные компании в строительстве, да, они уже закладывают эти возможности в строящиеся дома. И, соответственно, те люди, которые уже живут, они уже пользуются этими возможностями, да. Второй момент. То, что мы сейчас проводим большую работу, мы бы хотели, чтобы муниципалитет выходил к жителям, чтобы были мобильные приложения, чтобы была возможность голосования дистанционно, да. Чтобы можно было пользоваться всеми ресурсами нашего сайта для того, чтобы выразить свое мнение, да. То есть это тоже мы в этом направлении сейчас работаем, я думаю, что результат обязательно будет. И он уже сейчас есть, просто мы хотели бы, чтобы он трансформировался в какую-то общую систему. Потому что все, что соединяет с умным городом, да, это все, что связано с комфортным проживанием, да. Первое. Второе. Возможности всех наших, ну, в частности, нашу молодежь, да, нужно удержать здесь, чтобы они понимали, что в этом городе интересно, что в этом городе можно себя реализовывать, да. Это, кроме комфортности, еще и те возможности, таланты, возможности обучения, дистанционного какого-то принятия решения. Вот я здесь, я это могу делать. Сегодня, кстати, я вам хочу сказать, даже, может быть, некоторая система вот обращения к нам, то, что происходит нам через наши ресурсы интернета, через соцсети, мы же сразу стараемся реагировать на это. Спасибо нашему главе, да, он в этом плане очень продвинутый и очень много, и продвигает всех сотрудников администрации для того, чтобы мы максимально могли реагировать. И вы по тому же Facebook, вы видите, да, это тоже реакция. Да, понятно. Геннадий Евгеньевич, на планерке главы администрации продолжаются отчеты руководителей различных подразделений. А каковы планы одного из ключевых ваших подразделений, управления имущественных и земельных отношений? Да, у нас есть такая практика, что все управления, которые имеют разного рода управление по направлениям, да, они доносят всю информацию по результатам работы прошлого года. Ну и в частности, одним из актуальных таких направлений, это наше земельное имущественное отношение. Почему? Потому что это учет нашего имущества, это учет арендных платежей, которые мы получаем от имущества от нашего, да, которые используются там предпринимателями, субъектами малого и среднего предпринимательства, да. Это земельные участки, потому что, кроме того, что просто земельный участок, он сдается в аренду для строительства, в частности, по красным зарям вы видите, да, у нас появляются новые предприятия, плюс бизнес, когда выстраивает свое предприятие, получает собственность, он может заключить договор аренды на 49 лет, либо выкупить. То есть, вот эти все, скажем так, учетные направления, которые, управление имущественных и земельных отношений, они приносят доход. Они сегодня приходят, приносят доход в казну, и, соответственно, особое внимание отдавая этому, мы понимаем, какие средства у нас появляются для того, чтобы реализовывать те или иные, ну, скажем так, строительство тротуаров, дорог и велодорожек, да, и зону отдыха. Вот. Ну, я хочу сказать, что, в принципе, наверное, за последние несколько лет системные работы мы много что изменили. Почему? Потому что, во-первых, системный подход к должникам, да. Сегодня, если образовался какой-то долг, то это не затяжка на несколько месяцев, это буквально в течение месяца сразу получается претензионная работа, и начинается работа с должником. Всякие были ситуации, это не обязательно, что это недобросовестный плательщик, это бывает и ситуация, когда у людей какая-то возникает экономическая ситуация. Но то, что бы я хотел сказать по приоритетным направлениям, которые мы запланировали на этот год. У нас есть, как вы знаете, объект, касающийся, там, под названием стекольный завод, да, мы большую работу проводили в судебном разбирательстве, и я надеюсь, что в этом году уже будет реализовано это все, в том плане, что мы получим, скажем так, чистый земельный участок и сможем дополнительно привлечь инвестиции к этому участку, да. Потом у нас есть на Красных Зарях тоже есть участок, недострой, будет реализовано имущество с торгов, и, соответственно, мы получим задолженности, которые были у этого субъекта, мы получим их. У нас по одному субъекту идет процедура банкротства, мы держим руку на пульсе, и там порядка 8 миллионов мы тоже планируем в этом году получить. У нас есть некое недобросовестное предприятие, которое, выкупая по приоритетному праву, да, задерживает платежи. Вот, мы долго тоже проводили это судебное разбирательство, и сегодня четко уверен, что в этом году все долги, которые есть, а это очень достаточно приличные задолженности, и мы их тоже по суду все получим. Вот. Интересная работа, которую мы проводим уже сегодня, это обеспечительный платеж, мы ввели его два года назад, и сегодня, если человек, если субъект заключает договор аренды на имущество или на земельный участок, он обязательно вносит обеспечительный платеж, это ту гарантию, в случае чего, если он задерживает платежи, то, вступая с ним в судебное разбирательство, мы этот платеж возвращаем и продолжаем судиться. Таким образом, у нас нет долгов, а мы получаем судебное решение по отношению, если добросовестно, он в течение года решает свои проблемы. Если не добросовестно, мы разрываем договор, при этом не имеем длительные долги. То есть, вот такое решение было принято, и сегодня оно работает. У нас в прошлом году мы закрыли несколько таких обеспечительных платежей, и, в общем-то, эта казна не потеряла своих финансовых средств, которые должны были получить. Понятно. Вот еще есть один вопрос, но у нас буквально остается полтора минуты. Вопрос, который, я думаю, что одну минуту даже касается всех жителей нашего города. Как решаются вопросы усовершенствования транспортного обслуживания населения? Я знаю, больная тема, но я хочу единственное сказать немного слов, потому что все знают, что должны проходить конкурсные процедуры. Маршрутки – это проблема у многих. Мы держим руку на пульсе, в каком плане мы проводим постоянный контроль за санитарным состоянием. Мы просим, кстати, жителей всегда давать обратную связь. Номер маршрутки, номер маршрута или самого транспортного средства. Кстати, могу сказать даже телефоны, пользуясь возможностью. Да, можно сказать. 7-61-21 и 6-21-20 – это два телефона, которым можно сообщать свою информацию. И мы, естественно, по вашей информации будем вызывать этого перевозчика и применять меры. Хочу вам сказать, многие перевозчики работают, убирают салоны, перетягивают сидения. Это то, что касается вот такого визуального восприятия. Плюс к тому, что, естественно, у нас есть наши транспортные предприятия, ПТП. Как бы мы ни говорили об этом, что плохие автобусы, но сегодня ночью, после последней электрички, это предприятие забирает наших жителей и довозит по домам. Понятно. Спасибо. Финал нашей программы. Обратимся к нашему интерактивному вопросу. Должен ли Обнинск развивать международные связи? Большинство тех зрителей, которые проголосовали, конечно, считают, что да, должен. Ну, по-другому, в принципе, я думаю, что... Правильное решение, я думаю. Более 78,0 подтверждает, что все люди понимают перспективу этих отношений. Спасибо большое. У нас в гостях был заместитель главы администрации города Обнинска по экономическому развитию Ананев Геннадий Евгеньевич. Смотрите программу «Власть» каждый вторник, четверг, 18.30. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова